Иисус Христос Как мы слышим в евангельском благовестии Я есть путь и истина и жизнь Идите моей дорогою И вы никогда не будете ходить во тьме Я свет миру И кто последует за мной Тот будет иметь жизнь вечную После того, когда Господь дал наставление И еще раз уверил в истинности своего воскресения Своих последователей Он собирает ближайших своих учеников Вифанию Восходит на Илеонскую гору И там, благословляя собравшихся Начинает Сверхъестественно для человеческого сознания Отрываться от земли И подниматься на небо Мы с вами сегодня можем слышать События Вознесения А как это? Человеческая плоть Которую видели во Христе Его ученики и последователи Воскресший Христос Открываясь от земли Поднимается на небо Причем поднимается все выше и выше Так что облако скрыло его И они стояли не могли Глаз от вести И вот в это самое время Являются им два ангела И говорят Мужи галилейские Что вы стоите и смотрите на небо? Все Иисус Восходит на небо И вы увидите его вновь Таким же образом Как вы видите его восходящим на небо И вот с тех пор Обрадовавшись этому удивительному событию Вознесения Господа на небо Ученики возвратились в Иерусалим С великой радостью И всякий день пребывали в храме А через несколько дней На них по обещанию Господа Иисуса Христа В день Пятидесятницы После Светлого Христового Воскресения Сошел Дух Святой И тогда Господь завершил Домостроительство нашего спасения И вот сегодня задавая себе главный вопрос А какое мое место в сегодняшнем торжестве? И что оно означает лично для меня? Давайте постараемся ответить на этот главный вопрос С которым мы и только можем выйти После сегодняшней службы из храма Господня Итак, Господь пришел в этот мир Для того, чтобы спасти всех людей И указать, что жительство наше не на земле, а на небе Он так и сказал А в горе имеете сердца Веруйте в Бога И в меня веруйте Сказал Господь, что передает нам в своем Евангелии Евангелист Иоанн Богослов А дальше давайте внимательно вслушаемся в слова Христа В доме Отца Моего Обителей много А мы называем Отца Небесного Отцом Своим И каждый раз, когда мы повторяем Отче наш Иже и Си на небесе Мы должны вспоминать эти слова Евангельского благовестия Самого Спасителя Христа В доме того Отца, которого и вы Называете Отче, который на небесе Обителей много И я восхожу Чтобы приготовить место вам Вы слышите? Христос не просто оставляет нас Он восходит, чтобы приготовить Вам место И дальше И когда пойду И приготовлю вам место Приду опять Этими словами Христос говорит о своем втором пришествии Сегодня мы провожая вместе с апостолами Учениками Христа Господа на небо Так же стоим И как бы разлучаемся И нам кажется, что Он оставляет нас Но Он не оставляет нас Говоря Ухожу к Отцу Моему И к Отцу Вашему К Богу Моему И Богу Вашему И сия с вами Во все дни до скончания века Он оставляет видимым образом Своих учеников Но таинственным образом Продолжает присутствовать В Церкви Своей В Таинствах Святой Православной Церкви И вот Очень важное завершение мысли Которую хотелось донести Сегодня до каждого из вас, дорогие Те слова, которыми заканчивается Обещание Господа И когда пойду И приготовлю вам место Приду опять И будет второе пришествие И мы веруем во второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа И символ веры Закрепил во веки веков Для каждого христианина Верить в Иисуса Христа Восшедшего на небо И сидящего одесную Отца И паки грядущего Судите живых и мертвых Его же царствия уже Никогда Больше после второго Пришествия Конца не будет И вот Приду опять И возьму Вас К себе Чтобы и вы были Там Где я Вот что сделал для нас Христос Он сделал для нас 99% нашего спасения Нам оставил только один Пожелать Спастись Потому что если мы будем Наполнять свою душу и сердце Небом То родственное будет Притягиваться к родственному К небу А если мы будем Наполнять душу свою Адом То родственное Будет Притягиваться к аду И когда человек Уходит из этого Временного мира Наполнивший Сердце свое Небесным Церковным Благолепным Духовным Небесным Чтением Святого Писания Святых Отцов По учениям И стараясь Исправить свою жизнь По заповедям Он Переходит туда Где обители Много Отца А тот Кто наполняет Свою душу Грехом Развратом Растлением Срамом Блудом О чем сегодня И говорить нам С высоты Амгона Срамно Апостол так и говорит О том И срамном нам Глаголоте Что происходит Вокруг вас И мы видим сегодня До какого Кошмара Спускается мир И особенно Развращается Наша молодежь Но мы с вами Должны Учить И молодежь И самим Стремиться К небесному Наполнению Своей души И тогда Когда придет Христос А Он придет Мы верим Во второе Пришествие Господа Иисуса Христа И мы с вами Будем вознесены Туда Где Он Вот потому Дорогие Мне хотелось бы Сегодня В завершении Службы Поздравляю всех вас Пожелать Чаще Смотрите На небо И вспоминайте Тех учеников Которые присутствовали При вознесении Господь А это Все вы Сегодня Все вы Кто присутствовал В храме Присутствовал На этом удивительном Событии Вознесения На небо Господа Нашего Иисуса Христа А потому Помните Что последовало После вознесения Ученики Ушли С Илеонской Горы С радостью Вот я хочу Пожелать вам Этой радости Потому что Воскресение Христова Видевши Поклонившись Святому Христову Воскресению Мы с вами Сердцем Душою Почувствовали Ту радость Вознесения Что Христос Возносясь Нас не оставил Он наоборот Открывает нам Небо Чтобы мы Мы были не оставлены Который Который С вознесением Там А дома А дома Лучше Поэтому будем Дорогие Не привязываться К земному Горнего Будем взыскать А там Обители Много Приготовил Господь Чтобы и мы С вами Верующие В воскресение Христа Были с ним Там Где он Вот этого Самого Главного Хотел И пожелать Всем вам Кто сегодня Пришел На божественную Службу Светлого Вознесения Господа Иисуса Христа На небо Аминь